Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре уклеечная серия от компании Колмик. Новинка года на рыболовном рынке. Это продолжение полюбившейся универсальной серии Рекорд. Теперь эта моделька называется Колмик Рекорд SR. Удилище состоит из семи по длине моделей. Это 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 и пятерка. По изменению, помимо дизайна, изменился строй. Если прошлый Рекорд был относительно не такой быстрый, мягким ни в коем случае назвать нельзя, но он был относительно небыстрым, то серия Рекорд SR именно вся очень быстрого строя. По стройу это типично уклеечный строй, очень сенсорный. Мы с мгновенной реакцией на подсечку, поэтому любители уклейки, плотвы, небольшой густерки будут просто без ума от таких удилищ. Но это еще не все. Помимо уклеечной направленности, серия, в общем-то, точность также осталась универсальной. Поэтому лично из моего опыта, да и не только из моего, люди берут эти удилища женщинам, детям для ловли даже карпика на рыбхозных прудах. Действительно, может быть, со стороны показаться абсурдным, когда удилище вроде позиционируется как уклеечное, то есть оно не должно выдерживать карпа, должно ломаться. Но вот колмик пошел другим путем и сделал действительно такое вот два в одном, что называется, да, построили они уклеечные, по мощности они могут выдерживать даже, ну, такую солидненькую рыбку. Поэтому, кто рассматривает их как универсалы настоящие, для ловли с той лодки, например, да, или, как я сказал ранее, там, карася на прудах достаточно крупного, или небольшого рыбхозного карпа, вполне, вполне подходит. Ну, перейдем, соответственно, к самому удилищу. Здесь у нас мягкая неопреновая пробочка, которая, в общем-то, защищает хорошо и не выскакивает. Дальше, естественно, как у всех уклеечных серий, идет привитой спортивный хлыстик. И что важно в подтверждении моих слов? Разбираем удилище с торцевой пробки, с задней стороны, что называется, бланк, да, и что мы видим? Мы видим достаточно мощное усиление стыков колен. Эти стыки, соответственно, позволяют держать хорошую нагрузку удилища. Ну и помимо стыков, еще сами колено по толщине стенок достаточно прочные. Ну вот я за кадром, не знаю, видно вам в кадре или нет, бумажечку написал, значит, с техническими характеристиками, которые мерил лично я. Поэтому каталогу я не доверяю. Я говорю, как вот есть на самом деле, то, что у меня в руках, я их все измерил. Значит, транспортная длина 112 сантиметров. Все, кроме двушки. У двушки порядка 95 сантиметров транспортная длина. Значит, дальше по диаметру комля. Сразу скажу, мерил я вот в этом месте, в месте хвата, в общем-то. У двушки, у двухметровой длины 16, дальше 2,5-16,5, трешка 17,5, 3,5-18,5, четверка 20,4,5-25, пятерка 23 миллиметра толщина. И что самое важное для многих, это вес. Значит, двухметровая весит 50 грамм, двух с половиной метровая 56, трешка 75, 3,5-96 грамм, четверка 115 грамм, 4,5 весит 145 грамм и пятерка 205 грамм. Да, вес немаленький, но когда в руках держишь, не могу сказать, что он как-то бешено ощущается. Конечно, больше чувствуется уверенность в удилище, ощущение, что она действительно выдержит и просит любые ошибки. Именно поэтому, как серию рекорд предыдущую, так это покупали часто женщинам, детям и рыбаки, которые с лодки карася ловят там, например, да, или где-то еще. Но вот как плюс, помимо дизайна, еще раз повторюсь, это строй. Строй действительно изменился у рекорда нового, вот этого, SR, строй гораздо быстрее, приятнее, да, и молниеноснее, соответственно, у вас будет ловли на подсечке. Давайте тогда сейчас разложим и посмотрим уже этот строй в реальной жизни, что называется. Итак, друзья, разложили, давайте сразу, прежде чем трясти, скажу вам фактически реальные длины. Значит, двухметровая 196, 2,5 246, трешка 295, 3,5 347 сантиметров, четверка 392, 4,5 443 и пятерка 488. Вот смотрите, у меня в руках самая коротенькая, ну не знаю, Константин нам здесь не нужен, в принципе, то есть это просто пика. Итак, друзья, 2,5, смотрим, Константин нагружает, ну, абсолютно, видите, уклеечный такой строй приятный, мягкий хлыстик, прогибается, в общем-то, играет на рыбке только он. Дальше у нас трешка, ну, пика, абсолютная пика. Нагружаем, ну, видите, вот моя рука, то же самое, чисто уклеечный такой строй. Значит, 3,5, так же трясу. Ну, здесь чуть-чуть уже, она уже начинает. Давайте 3,5 нагружаем. Так же, смотрите, ну, вот я могу, тест-драйв такой, как краш-тест, да, вот со всей силы я тащу с двумя руками, но вот она вот так работает. Соответственно, под маленькой рыбкой будет работать уже кончик. Дальше у нас четверка, смотрите, абсолютно быстрый стройок, четверочка очень приятная, даже лучше, чем 3,5. Ну, лично для меня нагружаем. Недаром она даже в предыдущей серии рекорд была самая востребованная, смотрите. Вот так я вам показываю, так, наверное, вот так получше. Да, отличная палочка, очень приятная. Видите, она загружается дальше. Именно для того, если вы будете крупную рыбу вываживать, она как раз начнет амортизировать уже своим бланком дальше. Это 4,5. Ну, чуть-чуть уже, немножечко по... Ну, тоже, видите, смотрите, хорошо восстанавливается. Нагружаем. Давайте вот посильнее упираюсь второй рукой, смотрите. Вот, вот, видите, как бланк пошел уже. То есть, понятно, что для уклеек это не нужно. Но если вдруг кто-то серьезно попадется, это значит, что рыбу у вас удочку не сломает. Так, и пятерочка у нас последняя. Длина тоже, смотрите, абсолютная пика. Быстренькая палочка, жестенькая. Кстати, очень тоже неплохая. Давайте нагружаем. Ну, вот, смотрите, отлично. Тоже точность также работает. Вот, я со всей силы тащу ее, смотрите. Да, ну и как под уклеечку, видите, так, хлыстик спортивный привитой, он тоже будет отрабатывать. Итак, друзья, я думаю, строй многих порадовал. Значит, что забыл сказать. Коннектор 0.75. Не путайте, не 0.65 от Stonfa рекомендуем, а именно 0.75. 0.65 сюда не влезает. Не читайте других описаний, а то я захожу в другие магазины, там написано, в общем-то, люди, ну, не знаю, откуда это все берут, но информация на 80% неверная. Значит, по чехлу. Простейший чехол. В цветах колмик 23-24 года. Поэтому, в общем-то, он как транспортировочный, ну, в общем-то, ничего такого плохого и хорошего сверху сказать тоже о нем нельзя. Чехол как чехол, прошит достаточно ровно. Хочу попросить вас, пожалуйста, под видео увидите вот такой пальчик вверх. Кто хочет сказать мне спасибо за обзор, от вас ничего не требуется вот этого. Просто нажмите вот на такой пальчик. Для меня это важно. И на кнопочку подписаться. А для всех остальных, для покупателей будущих нашего магазина, и, в общем-то, настоящий, ну, настоящие уже, наверное, это знают, мы предлагаем бессрочную гарантию на заводской брак, на все удилища, купленные у нас, и две запчасти в год предоставляем бесплатно в период действия такой акции. Когда-то эти акции закончатся. Это, не могу сказать, что это обязанность на пожизненное нашего магазина. Сейчас ситуация меняется с ценами и тому подобное, с курсом. То есть все сложнее становится. Но, тем не менее, уже несколько лет люди получают у нас бесплатно запчасти на «Сальма», «Фидер Концепт», «Дайву» и так далее, на «Спиннинги» те же самые от «Дайвы», очень популярные, в «Фидера», «Земакс» мы раздавали запчасти. Поэтому, в общем-то, подписывайтесь, условия этих акций, участия в таких акциях читайте в программе «Лояльность», как говорят, это не является публичной офертой, но это посмотрите, прочитайте. Если коротко, это нужно подписаться на три соцсети и купить удилища у нас. Ну и там небольшие нюансики есть по участию. Всего вам доброго, смотрите мой канал и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok